Сегодня хочу рассказать вам две поучительные истории, которые могут коснуться каждого, поэтому это действительно важно, это на собственном жизненном опыте люди прошли, как их обманули, каждый может попасть на деньги, обратите внимание, я в очках сегодня, из-за того, что много лет, да, я, основное моё место работает телефон, да, на вопросы на ваши отвечаю, вот, ну, изучаю всякое всё, что можно, да, в дороге, там, в суде и так далее, в телефоне, и компьютер, да, когда составляешь документы, да, Естественно, это не может не отразиться на зрении, поэтому зрение начало ухудшаться, вот мне в этом году 40 лет исполнилось, уже всё, приближается старость, естественно, начнутся сопутствующие проблемы, ну, вот, зрение первая проблема Итак, поехали, две истории, первая история, это, она про займ, то есть, один человек другому человеку решил дать займ, она старая, вот, поэтому я могу немножко упустить, я, по-моему, где-то раньше даже описывал Но она всё равно полезная И человек этот у меня проконсультировался, говорит, можно ли человеку дать займ? Я говорю, ну, человеку дать займ, ну, можно, если, ну, желательно, во-первых, нужна расписка То есть, расписка это для суда, всё, без проблем Суд по расписке вообще без проблем можно выиграть Во-вторых, ну, убедись, что у человека есть что, скажем так, чтобы судебные приставы могли что отнять Если у человека кроме долгов ничего нет, то ты даёшь ему деньги в долг Я, кстати, противник вообще почти всегда давать деньги в долг Почти, очень часто люди попадают, очень часто мне обращают, что мне не вернули долг Так что тщательно подумайте Ну, и говорю, если у человека ничего нет, может, лучше и не давать Но если есть что, у него, там, зарплата, да, официальная, автомобиль, там, машина, квартира, дача Он говорит, ну, вроде всё есть, вроде такой Ну, даёт ему долг, там, по-моему, 600, что ли, тысяч под расписку Проходит время, тот не отдаёт, не отдаёт Ну, мы такие, ладно, хорошо, давайте в суд Обращаемся в суд, приходит наш ответчик и говорит, я никаких денег не брал Естественно, истец, бывший друг, ну, друг, бывший уже, можно сказать, ответчика В шоке такой, как это не брал? Вот расписка, он говорит, ничего не знаю, подделка Вот, и, соответственно, назначается, что в этом деле назначается? Почерковическая экспертиза, которая, ну, я уверен и в себе, покажет всё Почерковическая экспертиза обмануть очень сложно Особенно, когда расписка имеется, а не просто подпись Подпись-то ещё, ладно, можно И почерковическая экспертиза показывает, что почерк не ответчика Вот Ну, я в шоке, может, купили почерковическую экспертизу, может, ещё что Вторую почерковическую экспертизу назначаем Тоже показывает, нет Ну, и проиграли дело И потом только я уже узнал всю правду Оказалось, что наш истец, тот, кто деньги в долг давал Ну, немножко, немножечко невнимательный И ему расписку не в его присутствии писали Да, как я всегда говорю, расписку в вашем присутствии должны писать, чтобы вы видели А ему просто человек принес расписку и отдал То есть этот человек какого-то своего знакомого попросил написать расписку, что тот взял деньги От его имени, да, от имени ответчика То есть этого знакомого никак не установить Если еще найти этого знакомого, то еще можно там и за мошенничество потянуть Но как найти этого знакомого? Из сотен знакомых у человека, ну, десятков Как узнать, кто написал? Никак Абсолютно всех же не будешь проверять, никто не позволит Да и банально, любой человек может отказаться давать образцы почерка И ему ничего не предъявишь Это ответчик, есть такой закон Если человек уклоняется от экспертизы То суд имеет право и без экспертизы признать, что он виноват Вот, это, например, ну, поняли, да, логику? То есть если бы человек не давал образцы почерка То суд имеет право признать, что это его расписка Даже, ну, только на основании того, что он уклоняется от экспертизы Вот и все, то есть поняли, да? Он хитренький отдал расписку не в его присутствии, а просто отдал расписку Вот не попадитесь на это, чтобы договорчик, если у вас какой-то будет уже подписанный там с кем-то, да? Не в вашем присутствии подпись будет Если расписка и так далее То есть все в вашем присутствии Все рукописные тексты, все подписи в вашем присутствии И похожая история У мужа с женой два автомобиля У жены там маленький недорогой У мужа большой дорогой Вот, и они решили разводиться И типа продавать автомобиль, а деньги пополам поделить Ну, как бы справедливо-справедливо А жена подает на развод Муж, а муж в это время продает И, а, а он говорит, он такой тоже Говорит, ну ты на всякий случай дай мне согласие Ну, то есть на недвижимость требуется обязательно нотариальное согласие супруга на продажу А на автомобиль обязательно нотариальное согласие не требуется Но я тоже всегда рекомендую Если вы покупаете автомобиль у человека, который женат То лучше взять расписочку Вот тут муж тоже такой, немножко юридически грамотный Немножко решил перестраховаться Взял расписку с нее Что я такая-то там согласна на то, чтобы муж продал эти деньги Ой, эти автомобили Вот, все, никаких проблем Все, продал автомобили Половину денег ей отдал, половину себе, наличкой Тоже я всегда рекомендую безналом Безналом вы человеку перевели, все, деньги Хранится факт в системе И уже всегда можно доказать А наличкой без расписки не отдать На расписку не взял тоже Отдал ей, все, ну типа доверился Все, вот типа раз расписку Ну, в общем, понял, да? И она подает суд на раздел совместной собственности супруга Он тоже в шоке И она говорит, он продал автомобиль Я подала на расторжение брака А он подал на этим А он взял и продал автомобиль без моего согласия Типа, чтобы не делить совместную собственность с супругом И все деньги себе забрал А у него там дорогой автомобиль за миллион А у него там недорогая за триста То есть миллион триста поимел себе Ну, там понятное дело Автомобили уже проданы То есть экспертизы не сделают Экспертиза делается по документам То есть это тоже не проблема Все делается И он такой распискует Уберет в суд тоже Приходит в вашу честь Вот у меня расписка от жены Что она согласна была Что я продал Что я продал автомобили То есть без этого Без за... Ну, как бы С ее разрешения продал Точно так же подчерковечит экспертиза Точно так же рука не этой женщины Точно так же, понятное дело, это кто-то другой Это даже Он там даже в том плане Ну, был обманут, что Эксперт там, ну, уже при предопросе Там сказал, что это почерк даже скорее Мужской, чем женский Вот, и соответственно Там на него, ну, соответственно Тоже дело он проиграл И она с него взыскала половину От стоимости проданных автомобилей То есть, мало того, что она Получила эту половину стоимости Она еще и взыскала То есть, получается, она, ну, по сути Оба, всю сумму, да, себе забрала Такие вот в нашей стране Хитрые люди Хитрые, недобросовестные Ведут себя, да, ну, то есть Ну, и третий случай, я на всякий случай расскажу Я вам тоже рассказывал Тут тоже немножечко хитрая Обратная ситуация Муж с женой живут, долго жили Хорошо зарабатывали, вот Все Плюс у жены квартира добрачная Ну, однушка Они ее продают Покупают в хорошем месте Дорогую, хорошую двушку Вот И жена довольно счастливая Живет и думает Что, ну, в крайнем случае Мне всегда есть где жить То есть, даже если разведемся Проходит время Расторжение брака Вот И муж ее, как бы, начинает Выгонять из квартир Просто замки поменял и не пустил Она в суд подает На раздел совместной собственности супругов Ну, типа, квартиру купили в браке Оказалось Она продает свою квартиру Однушку Деньги эти принадлежат ей То есть, как бы, единоличные Потому что добрачная квартира Отдает ему наличкой Он эти деньги берет Добавляет семейные деньги То есть, по сути, она даже большую часть Вложила в эту квартиру Да? Свою единоличную с однушки Половину стоимости Еще и семейных денег половину Он берет все это Отдает отцу Отец идет Покупает квартиру Ну, а женщина доверяла мужу Отец идет Покупает квартиру И продает Ой, и дарит сыну А дарение Как и наследство Не является совместной собственности супругов А она никак доказать не сможет Что она туда свои деньги вложила Потому что наличка Если было бы безнал Другое дело Вот И все, квартира Подарена отцом Полностью принадлежит ему И тоже тут Ну, в общем, осталась она Без жилья, без денег Без всего Вот, друзья Обратите внимание Для того я свой блог и веду Потому что каждый день Мне 20-30 человек жалуются На то, что Ну, по своим вопросам, да Ну, и, конечно же Несколько сообщений Про нечестное Недобросовестное поведение людей Про мошенников и так далее То есть Я про это делу Ну, достаточно много знаю Поэтому И пытаюсь вас Просвещать Ну, а с вас, соответственно Репосты Комментарии К верхнему посту На моей стене Самый первый Вот Ну, обращайтесь ко мне Консультация у меня бесплатная Пишите вконтакте Ну, и за платными услугами Юридическими Также обращайтесь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok